Воскресенье Восвещали вчера Вот, сейчас буду заплетать себе косички В общем, я долго сидела, думала Где-то половину дня я ничего не делала Так, как и надо сегодня Сегодня надо отдыхать, ничего не делать, не работать Вот, половину дня сидела, ничего не делала И вторую половину дня все-таки хочу что-то поделать Просто потому что Ну, просто потому что у меня такое есть желание Вот, и мне кажется, что это будет Не нагрузка какая-то, а наоборот Что-то приятное, какое-то удовлетворение Получу от того, что сделаю что-то полезное То, что я, в принципе, и планировала сделать, это разложить, достать вещи, посмотреть, что там, как там сортировать, достать более легкие уже одежки, кофточки. Во вторник у нас клининг, уборка дома, и мне хочется подготовиться, потому что сейчас, когда я буду все это разбирать, я наведу дома шухер, пыль поднимется, вот. Сейчас я заплету косички, чтобы волосы мне не мешали, чтобы выглядеть ухоженно, и заодно посмотрите, как я это делаю. Вот, кому-то, кто умеет делать косички, тоже, окажется, что у меня какой-то не очень способ, или я как-то неудобно заплетаю, но вот я так умею, и только так, по сути, могу заплетать, по-другому я не умею. Вот. Так что, если что, не обсудьте. Как умею, так и заплетаю. Вот, вы помните, я училась, сама училась по каким-то видео. Кто-то спросит, какие видео я смотрела. Ой, я какие только не смотрела, но, скажу честно, тут просто надо понять, как это работает, и тренироваться самому, потому что, это, как, знаете, это не как вот с готовкой, например, рецепт увидел, и начал делать. Хотя, все равно, даже если ты делаешь по рецепту, все равно не сразу может получиться здорово. Здорово, думаю, сами понимаете. Вот. То же самое с косичками. Ну, может, когда-нибудь я еще лучше научусь это делать, но, в принципе, то, как я сейчас умею, у меня уже достаточно моих умений, чтобы сделать себе красивую прическу аккуратную. Конечно, не всегда у меня получается очень аккуратно, не всегда получается очень красиво, да, понятное дело. По-разному, от разных причин зависит. Иногда у меня просто, знаете, руки как-то не классно делают, как будто забывают куда-чего. Даже не то, что забывают, а вот реально, вот как, знаете, от погоды зависит, как будто бы. Вот хорошие, с той ноги встала, и косички красивые заплету. А иногда не очень получается. Иногда вообще я как-то по-другому плету, и у меня вообще другая какая-то фигня получается. Я даже не смотрела ровно, у меня сзади волосы неровно, вот. Ну, как-то так делаю. Иногда что-то у меня вылезает, иногда я нервничаю, злюсь по этому поводу. Еще у меня длинные волосы, и тоже бывает неудобно. Короче, по-разному, реально, вот как по настроению как-то бывает. Получается иногда хорошо, иногда не очень. Иногда такое, знаете, бывает жарко, руки вспотели, и волосы все прилипают к рукам. И, ну, не могу нормально сделать. Вот тут вот эта хрень. Сейчас мы ее натянем. Некоторые волосики не собрала, но я их в другую косичку засуну. Не заметила. Вот. Вот, видите, с первого раза, в принципе, плюс-минус нормально. Короче, дело опыта, реально. Я, сами, если вы вот смотрели мои сторис еще в одно время, я дня два потратила на то, чтобы научиться. Точнее как, я просто сидела, вот я просыпаюсь, сажусь и плету, и пробую, и пытаюсь. И вот я заплела, потом расплела, заново заплетаю. И вот так вот сидела, заплетала. Вот два дня я сидела, заплетала, расплетала, заплетала. Вот. И на третий день у меня уже получались красивые косички. Вот. А хочу сказать, что я очень давно мечтала научиться заплетать себе косы. Вот такие. Потому что мне нравится, как выглядит, когда вот сверху идет косичка. И я вообще люблю собранные волосы. Так, конечно, любопытно, как в жизни все меняется. В детстве я всегда мечтала ходить с распущенными волосами. Мне казалось, что это очень здорово, сексуально, стильно. И я такая прям женщина. Вот. А когда выросла, в итоге мне больше нравится ходить с собранными волосами. Вот. У меня есть маленькие резиночки. Ну, они у меня получаются одноразовые. Иногда я могу там второй раз ими же завязать. Ну, так, в принципе, использую как одноразовые. Вот. Так получилось. Не знаю. Иногда я смотрю сбоку тоже, чтобы посмотреть. Ну, здесь, конечно, какой-то бардак. Вот тут. Типа не идеально. Ну, в целом. Но я еще сзади пробор не очень ровно сделала. Но мне как бы пофиг. Я же не на люди куда-то иду, да? Не на мероприятия. А просто дома хочу собрать волосы, чтобы они мне не мешали. Вот я сейчас записываю 8 минут. Видите, я одну косичку уже заплела. Учитывая, что я не такой профессионал и не так давно научилась это делать. В общем, нам нужно взять волосики и самую нижнюю прядку, короче, сверху, той, которой посередине положить. И потом заплетать косичку. Причем самое интересное, что я всегда заплетала косички в другую сторону. А вот в этом случае нужно заплетать косичку именно, типа, внутрь. Я всегда сверху ее заплетала. Ну, как объяснить? Короче, когда я одну обычную косичку себе заплетаю без всяких там вот этих колоски или как они там называются. Потому что я всегда думала, что это называется колосок. Ну, кто-то говорит, это французский какой-то там колосок, французская коса, не знаю. Я всегда думала, что это колоски. Не знаю, может они чем-то отличаются. Короче, для меня самое сложное было, как брать и подбирать волосы, добирать в эту косу. Как так? Как это делать? Для меня вот это было сложно, но в итоге оказалось, что это не так уж и сложно. Цепляется за все. За то, за пятое, за колечки. Мне еще жарко, сейчас еще волосы начнут прилипать. Вчера я прям распсиховалась. Одну заплела, а другую не получалось. Потом я помыла руки, чтобы они перестали быть такими потными, как будто, знаете. И у меня все получилось. Вот сейчас тоже жарко. Я закрыла окно, потому что до этого сквозняк был. Сегодня погода не очень хорошая. Так, сегодня у нас последний день. Неделя влогов, представляете? Я, наверное, отдохну пару дней от влогов. Хотя не знаю. Завтра я должна встретиться с Аней Хоходеткой. Хотя мы еще не договорились о времени вместе. Не списывались еще сегодня. Но ориентировались на понедельник. Слава приедет завтра с дачи. Вот, как знаете. Он уехал, я все-таки не поехала. Сегодня у меня тоже было очень плохо от аллергии моей. Не знаю. Вот, блин, надо зайти в аптеку и купить себе этот Эриус. Хотя мне вот под влогом с дачи, я его уже открыла, рекомендовали тоже какие-то лекарства. Но я думаю, может быть, сначала мне попробовать пить, которое я знаю. Которое мне помогало в прошлом году. Просто в этот раз я не покупала в аптеке специально от аллергии. Вот. И просто у нас дома был кларитин, и я его и начала пить. Короче, да, прикольно. Я очень радуюсь, что я научилась. Потому что я помню, когда я пыталась в прошлые разы учиться, у меня это было, ну знаете, такой нервяк. Я просто сидела, как я не знаю кто, злилась. У меня руки затекали. Не знаю, может я как-то не так руки держала, еще что-то. Ну это было прям очень нервно для меня. Сейчас тоже бывает такое, что у меня что-то долго не получается, не заплетается, не заплетается, я начинаю злиться. Или когда, знаете, типа я заплетаю, заплетаю, все идет хорошо, потом в один момент что-то где-то вылезло, и приходится все перезаплетать. Я тоже из-за этого бывает злюсь. Начинаю беситься. Иногда бывает просто бросаю все это дело, делаю хвост и ухожу. Вот я уже чувствую, что у меня руки вспотели, и мне в принципе жарко. Я, честно, ненавижу вот это вот. То жарко, то холодно, то было сквозняк, теперь жарко. И особенно, когда ты косо заплетаешь, это просто издевательство. Так, я все волосы собрала. Сучка. Короче, иногда у меня получается так, что она прям идет как бы по шее, а иногда бывает, что она сверху немного получается. Ой, господи, как жарко. Что за ужас. Короче, ладно, нормально. Все, отойдет. Ну-ка, здесь как получилось? Здесь как будто получишь, но все равно. Вообще пофиг. Вот, видите, я заплела косички. Здесь у меня более ровно, здесь у меня что-то выпирает. Вот. Ну, пофигу. Ах, господи, у меня такое дурное состояние. Что такое? У меня жутко болят ноги. Мне очень больно вставать и садиться. Как будто бы я вчера ходила в спортзал и приседала, я не знаю, что делать. Прям ужасно болит. И мне кажется, что это из-за того, что вчера очень долго мы с Юлей сидели и болтали. И я сидела по-турецки, но, типа, ноги складывала. Мне кажется, что из-за этого еще может болеть. Не знаю, но больно. Прям кошмар. Вот, видите, я открыла окно и сразу началось вот это вот. То, что сквозняк. В общем, сегодня у меня в планах сделать несколько стирок. Если получится три, но, скорее всего, получится только две. Поменять постельное белье, достать вещи, разложить вещи, отпарить вещи. Это очень тяжело, очень долго. Но я постараюсь. В любом случае я все за один день не сделаю. Поэтому мне хочется первое, с чего начать, это разобраться с вещами. Это самое геморройное, самое сложное. Но мне надо это сделать. Освежить гардероб. Вот. Хотя лучше делать это, когда Слава, например, дома. Потому что его вещи тоже надо разбирать, смотреть. Но на самом деле, не знаю, это очень забавно. Девочки, напишите, у кого тоже так. Там с парнем, с мужем, не знаю. Вот какие вещи вы ему в шкафу положите, такие он и будет носить. Иногда бывает, когда я разбираю шкаф, что-то хочу убрать или еще что-то. Я, бывает, у него спрашиваю то, что вот, ты вот это носишь, ты будешь вот это носить? Я хочу это убрать, я хочу вот это убрать. Или давай там то, ся, пятое, десятое. И он там часто может сказать, типа нет, не убирай, нет, не убирай. Я это ношу или я это буду носить. Но угар в том, что, например, он это не носит на самом деле. А я-то знаю, я слежу за тем, носит, не носит. Потому что для меня это важно, я же разбираюсь. Вот. И в итоге я просто сделала для себя некоторый такой вывод. И Славя тоже об этом сказала, что это смешно, потому что я могу убрать эти вещи, даже не спрашивать тебя. Носишь ты, ты не носишь, я могу их убрать. И ты даже не вспомнишь об этих вещах. Вот реально. Ну, наверное, мужчины такие, да, не знаю, может не все. Но там чаще всего, наверное, девочки. Они такие, так, у меня здесь лежала кофточка, где моя кофточка или еще что-то. А мужчины, мне кажется, они такие. Он открывает шкаф, видит, ну, футболка чистая, берем. Ну, знаете, в таком духе. Поэтому я, в принципе, могу даже у него не спрашивать. И могу сама, то есть, знаете, я могу сама решать, что будет носить мой муж. То, что я достану, не уберу, да, там куда-то под кровать, то он и будет носить. И ему будет абсолютно вот класс. Ему будет все нравиться, ничего не будет волновать. Нет, ну, конечно, я прекрасно понимаю, где какие там вещи классные, не классные, какие он чаще носит, какие он вообще не носит. Поэтому, ну, как бы я же его знаю, понятное дело. Поэтому, в принципе, я могу у него не спрашивать. Но просто выглядит это так, что реально я могу сама решать, что будет носить мой муж. И решать это тем, убирать вещи, куда-то не убирать. Надо убрать сухие вещи, которые здесь сушатся. Хочу вот с этим тоже разобраться. Тут еще висят всякие разные теплые вещи, еще что-то. На самом деле очень плохое место для вещей, потому что иногда здесь открыто окно, и скорее всего они в пыли. Не скорее всего, 100%. Некоторые могут от солнца выцвести, но в целом нет тут таких вещей, которые выцвели от солнца, еще что-то. И здесь специально джильзи закрыла, чтобы не попадало. Хотя здесь открыто, поэтому может попадать. Все, немножко проветрилось. Вот так. Я даже не застелила кровать. Потому что я думаю, смысл, я сейчас буду менять постельное белье, здесь наведу шухер. Вот. Тут лежит Вилочка. Чилит. У нее chill zone. Да? Будешь маме помогать? Будешь помогать маме? А? Маме будешь помогать? Улыбашка. Ой, 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 ой. Ужасно. Просто ужасно. Эта неделя влогов у меня была очень активная, и я ни разу не разбиралась дома вообще. И в шкафу тоже. Это если говорить о том, что я не считаю себя перфекционистом. Реально, я вообще, мне кажется, не перфекционист. То есть даже если говорить про видео, про монтаж видео, я могу... Ну, знаете, есть люди, которые вот пока все не будет супер идеально, они не выставят, не откроют видео. А я могу. То есть, типа, блин, забыла вот это вырезать. Или, типа, блин, забыла подписать. Ай, ладно, в описании подпишу, в комментариях. Потому что, то есть я вот даже в таких моментах, ну, не перфекционист. Вильво! Мама хочет разбираться сегодня дома. Ты будешь маме помогать? Пинюнь. Будешь помогать маме? А мой ангел. Блин, да что ж у меня так ноги-то болят? Когда я хожу, кстати, не болят. А вот когда присаживаюсь, болят. Тут у меня штаны валяются. Здесь у меня вещи не разобранные. Со съемок с Региной, когда я брала. Тут у меня вообще бардак. Посмотрите, ну, я реально прям ужас. Фу, я просто... Свинья! Твоя мама свинья! Вот так вот мы спим. Вот так вот я лежу сплю. А сверху Вива лежит, да? Да, Вива? Лежать. 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 Вот так. И Вивочка лежит. Да, Вивочка? Смотри наверх. Смотришь наверх? Видишь камеру? Тебе такая умная, а? Ну вот как понять, как можно ничего не делать сегодня? У меня же есть планы. Но мне правда, честно, лень. Я вот даже чувствую, что мне лень. Ха. Необычно. Да, Ив? Ой, знаете, реально, наверное, я устала за эту неделю влогов. Вот сегодня. Прямо почувствовала это. Что, кстати, наверное, я даже устала. Ну и другой момент. Если я не буду сегодня убираться дома, точнее, убираться я и не планирую сильно, я планирую поменять постель, сделать стирки, разобраться в шкафу, достать вещи. Какие-то вещи, наоборот, убрать под кровать, там, зимние, которые мешаются. Вот. Если менять постель, то поднимется пыль. Вот. А это надо сделать уже. Уже поменять постель. Знаете, я хочу купить новое постельное белье. Ну, не знаю где. Хорошее какое-нибудь. Красивое. Ну, вот я не знаю магазина с хорошим постельным бельем. И какое качество, я не знаю. Блин, да что я одеваю, Ив? Ничего не понимаю. Хотела пойти сегодня погулять? Да. Ну, там дождь. Серый дождь. Думала, вместе пойдем погуляем. Ты бы хотела? Хотела погулять? Ты бы хотела пойти гулять? Да никуда мы не пойдем, Вив, не волнуйся. Там дождик. Фу, мама не хочет. Фу, дождик. Реально, я смотрела сегодня, в один момент не было дождя. Думаю, блин, пойти что ли за кофеечек и мою Вивочку с собой взять. На прогулочку. А потом дождь пошел. Я думаю, да, ну нет, не хочу. Зачем мне такие приключения? Тем более, мне нельзя собачку простужать после прививки. Вот, посиди дома. Да, малыш? Да, мой миленький. Минюни мой. Мне с Вивочкой очень хорошо. Совсем не одиноко. Иногда я ловлю себя на мысли, что я разговариваю сама с собой. Типа без камеры, знаете. Я вчера ночью отрезала себе кусочек куличика. Едкое. Ну, уже же можно, да, наверное, чувак? Вкусный куличик. Сейчас его отрежем, покушаем куличик. Будешь куличик, Вив? Вот такая, знаете. Уже же все, уже как раз после 12 можно. Сегодня планирую сварить пельмешки мамины. Мне что, не готовила? Блин, хлебушка бы заказать. Если бутербродик захочется, а то хлебушка опять стух. Ой, как лень! Блин, иногда полезно разбирать гардероб, потому что сразу скажу, ба, у меня есть вещи, у меня есть такая кофточка, еще что-то. Ну, хотя, кстати, хочу подметить. Мне очень любопытно посмотреть, что под кроватью. Я уже не помню, что под кроватью. И, кстати, очень полезно, когда я делаю такие разборы вещей, снимать влог. Почему? Потому что потом, через какое-то время, я могу посмотреть, что куда я положила. Типа, что у меня под кроватью лежит, что я убрала, что я достала. Это удобно. Вот. Но я, кстати, периодически такое снимаю. Глаз слезится, спать хочет, наверное. И хочется... У-у-у-у! Это что такое?! Я не могу встать! Я не могу встать с кровати! Представляете, что я нашла форум какой-то, в котором обсуждают меня и Карину, и там сидят, мне кажется, чисто хейтеры. Это вообще столько всего. Я вообще даже не знала про существование такого форума и таких обсуждений. Вообще. И так любопытно смотреть, что там пишут. То есть, это, знаете, это не где-то в комментариях у меня, то есть, это именно какой-то форум, и там чисто сидят, обсуждают меня, Карину, грязью обливают. И я сижу просто в шоке, думаю, капец! Просто для меня это даже, знаете, удивительно. Одно дело я понимаю, когда люди в комментариях что-то обсуждают, а другое дело, когда это целый какой-то форум, где люди, наверное, даже незнакомые друг другу, просто скидывают какие-то скрины, какие-то сторисы, пишут какие-то большие текста, типа, вот, выставила вот это, вот, она такая вообще, сука, тварь! Я вообще выпала в осадок! Я думаю, да ладно! Никак не задевает, потому что я прекрасно понимаю, реально прекрасно понимаю людей, которых я бешу, которые меня ненавидят. Я вас понимаю, потому что у меня тоже есть такие люди, которые меня бесят, которых я не могу переваривать. Поэтому я прекрасно вас понимаю. И вот то, что вы плохое можете думать про меня, то же самое, по сути, я могу думать про кого-то другого. И поэтому я понимаю, что каждый человек внутри себя имеет, да, как что-то хорошее, светлое и доброе, так и что-то не очень хорошее, светлое и доброе, и про кого-то может что-то думать. Поэтому я понимаю, реально. Вот кто-то там писал то, что, короче, скудаумие у меня. Ну, с одной стороны, конечно, конечно, хочется читать только хвалебные сообщения. Типа, Юля, она такая умная, она вообще... Но там форум, мне кажется, чисто прям про... Ну, прообидеть, прообсуждать. Я прекрасно понимаю, что каждый человек для кого-то может выглядеть умным, для кого-то тупым. То есть тут же так же зависит от того, насколько вы, не знаю, эрудированы. То есть для кого-то я могу выглядеть очень тупой. Для кого-то я могу выглядеть... Ну, выглядеть и быть очень умной. И какие-то очень интересные вещи говорить. И вообще, в принципе, все... И вот даже вот лежать очень интересно. Поэтому это абсолютно нормально. Ну, типа, реально. Я-то к этому уже привыкшая. Но все равно всегда поражаюсь, когда узнаю какие-то приколы. Типа, форум есть целый. И там, знаете, я не знаю, сколько страниц. И там огромные сообщения с разными моментами из жизни. Я не читала все. Я вот буквально пару страниц почитала. Короче, офигела. Я вообще думаю, угар. Но я сохранила этот форум. Может, иногда буду сходить смотреть. Но иногда, даже когда пишут какие-то плохие вещи, это бывает полезно. Потому что, несмотря на то, что ты не можешь всем нравиться, всегда есть желание нравиться всем. Хотя это невозможно. Это невозможно всем нравиться. Но всегда есть желание, чтобы вот тот, кто написал плохо, переубедить его. Да нет же, я не такая плохая, или я не такая тупая. Но в этом нет смысла. В этом нет смысла, потому что люди, которые в чем-то себя убедили, ну, как бы, это все. А вообще, на самом деле, очень неправильно судить о человеке. Не знаю его. Даже если смотришь видео, все равно ты можешь не знать причины, по которым человек что-то говорит, комментирует или имеет какое-то определенное мнение. Вот. И я просто почему так говорю? Потому что у меня было такое в жизни не один раз, когда я смотрела на человека и думала, господи, вообще, что за тупица? Что за тупица? Я... А потом, когда в итоге узнавала этого человека, начинала с ним общаться, как-то, не знаю, узнавать его, и я... Мне становилось стыдно. Стыдно за то, что я так думала про человека. Реально. Поэтому я стараюсь не делать никогда поспешных каких-то выводов. Встала я сегодня в 10.30, потом в 20 минут повалялась. О-о-о-о! Да что такое? Я не могу узнавать перестать. Просмотры, конечно, на видосах так себе сейчас, не знаю. Может быть... Может быть от того, что выходные, может быть от того, что не очень интересно было. Вот. Любопытно, конечно, посмотреть, сколько будет просмотров набирать недели влогов. Вот. Мне, конечно, не пофиг на просмотры, но, с другой стороны, всё настолько сейчас такое, знаете... Вот как будто бы и пофиг. Вот сложно сказать. Вот и не пофиг, и хочется, чтобы были хорошие просмотры, а, с другой стороны, вообще, типа... Знаете, не то, что типа, что вообще стараться, типа, ой, смысл стараться. Не так, конечно, что я стараюсь, но просто как-то так настроение, именно настроение в плане, там, Ютуба, да, вот этих всех моментов, ограничений. Ещё несколько дней не работают, не высвечиваются аватарки у людей. У меня тоже, ну, я не вижу на своей странице на Ютубе аватарку свою. И это всё-таки, знаете, какие-то глюки, предвестники, как будто бы блокировок. И это, конечно, не здорово, поэтому я весь свой контент, который выставляю, дублирую на Яндекс.Дзен, на Рутюб. Но мне сложно, знаете, просто взять и перейти туда. Я буду до конца здесь, до самого последнего момента, да. И мне очень-очень хочется, чтобы Ютуб остался. Хотя здесь пропала возможность зарабатывать денежку, да, для блогеров, для людей, которые выбирают такой путь в своей жизни. Это важный момент. И даже если им нравится этим заниматься. Ну, вот как мы вчера с Юлей болтали, то что я, типа, должна кайфовать по жизни. И понятное дело, что я не всегда кайфую. И не то, чтобы, типа, я пришла в эту жизнь вообще только кайфовать. И, типа, что мне все-все должны, и все-все для меня должны приносить на блюдечки. Нет. Но просто вот это даже, если посмотреть, так касается того, что вот моя работа заключается в том, чтобы делать любимое дело. Потому что изначально это моё хобби, которое переросло в работу. И получается так, что я этим занимаюсь и потому, что мне нравится, и потому, что это моя работа, которая приносит мне деньги. Деньги. А деньги нужны, чтобы жить. Чтобы покупать еду, чтобы оплачивать коммуналку, чтобы была возможность, не знаю, оплатить какие-то... Да что только не надо, да, для всего. Например, была возможность оплатить там бабушке какое-то обследование в хорошей клинике медицинской, да, вот это всё. То есть, ну, как бы, деньги, это важно в наше время. Действительно, что уж греха таить, денюжки, это очень важно. И особенно сейчас, в такое время, не хочется их на всякую фигню тратить. Да и, в принципе, я вообще не считаю себя какой-то транжирой, если честно. Я всегда очень так... Не знаю, вот я смотрела какую-то статью, была о том, что есть вот люди с мышлением бедных, типа, нищее мышление, типа, заходить в магазин, смотреть на акции, искать всё по акциям. И это, типа, неправильно, нужно перестать смотреть на акции, и тогда вы, типа, станете богатыми, потому что ваше мышление изменится. Ну, я к этому скептически отношусь. Я, как бы, на акции особо не смотрю, хотя могу, бывает, даже обратить внимание, типа, о, красная цена, вообще класс. Но, типа, не от этого зависит мой выбор в продуктовых магазинах, конечно, от того, что я хочу. Потому что, вы знаете, в одном из дней я говорила, что я достаточно хорошо живу, чтобы не смотреть, сколько стоят продукты. Вот. И, короче, не знаю. То есть, вот иногда я ловлю себя на мысли, что иногда, мне кажется, у меня именно вот такое бедное мышление. Мышление, как для, знаете, ну, как для людей с небольшим достатком денег. Потому что я всё равно думаю, так, нет, это дорого, это, ой, зачем, это лишнее, это необязательное. И, ну, как-то, не знаю, вот я такой человек. Я не знаю, сколько я должна зарабатывать, чтобы мне не было жалко тратить вот просто на вот... Ой, хочу это, беру это. Я не знаю, реально, сколько надо зарабатывать мне, потому что мне всегда, не то чтобы жалко, а я всегда думаю о том, что есть вещи, на которые важнее потратить эти деньги. То есть, я, можно сказать, рачительный человек. И я не люблю вот разбазаривать направо и налево. Мы хотели купить дорогой, как его, для воздуха дома, который делает, типа, пар вот этот вот делает, очиститель воздуха, и заодно освежает, что-то такое. Вот, я не помню, сколько он стоил, вот тот, типа, который мне нравился, а мне это всегда нравится всё самое дорогое, всё самое шикарное. Вот, и, ну, понятное дело, как любому, да, человеку всегда будет хотеться самое крутое, самое клёвое, вот, но не факт, что есть средства, да, на самое крутое. Вот, и мне хотелось, я не помню, сколько эта хрень стоила, вообще, 1080, по-моему, и я подумала, типа, блин, что это вообще за дичь, типа, нормальный у нас воздух в квартире, чистый, ничего не знаю. Хотя, наверняка, если бы мы всё-таки решили и взяли эту хрень, по-моему, Дайсон она была, ну, они там какие-то дорогие, что-то от 60 с чем-то, ну, есть и дешевле, наверняка, можно найти дешевле, просто другой бренд, но хотелось именно тот, и в итоге мы ничего не взяли. Вот, хотя у нас дома есть, я заказывала тоже, что-то там освежитель воздуха, но она маленькая, хочется вот побольше, и она как будто бы, знаете, не освежает нифига, или не очищает, не увлажняет, а, увлажнитель, о, увлажнитель в волосах, она как будто особо не увлажняет, или просто слава ставит её около себя, поэтому я ничего не чувствую. Ну, типа, мой сон никак не изменился, когда эта штука у нас в доме появилась. Она маленькая, она вообще, типа, недорогая, ну, короче, не знаю. В общем, хотелось, да, но в итоге не взяли, я не могу сказать, что жалею об этом, может быть, когда-нибудь возьмём, может быть, в новую квартиру купим, вот, но есть такие покупки, на которые мы не пожалели бабки, взяли и вообще кайфуем. Типа отпариватели, да, хотя редко пользуемся, но очень классный. Там, пылесос, робот-пылесос тоже, ну, как бы, это классные покупки. Кофе-машина, да, тоже мне в какое-то время было жалко. Думаю, ой, типа, чего кофе-машина, я не так уж сильно люблю кофе, если что, можно в кофейне взять. В итоге кофе-машина, это просто, ну, обожаю. Просто обожаю. Я понимаю, что от каких-то такие штучки для дома не надо, наверное, жалеть на них денег. Ну, если это не последние ваши деньги, конечно, потому что то, что ты делаешь для дома, ты делаешь для уюта, для себя. И я, например, много времени дома провожу. Да, конечно, бывает иногда, там, активные у меня недели, сами знаете, и я мало дома нахожусь, но в основном дом для меня это прямо вот самое лучшее место. У меня иногда спрашивают, типа, самое лучшее, самое крутое место в Москве. Мой дом. Для меня это мой дом. Нет ничего лучше для меня, чем дом. Вот. Ну, я такой человек. И это не потому, что я, типа, ленивая всегда во всем, а просто я люблю дом. У меня уже камера садится, прикиньте, а я не поставила заряжаться другой аккумулятор. Вот дура. В общем, ладно, я начну доставать вещи, смотреть, что-то как раз подзарядится аккумулятор, и вас подключу. Ребята, у меня... Я не знаю, как так вышло. Это просто ужас. Чё за херня? У меня протекла стиралка, и всё в воде. Я слышу, что чё-то журчит. Не могу понять, чё. Прихожу, а тут вся хата затоплена. У меня ноги ледяные. Я надеюсь, что я никого не затопила. Здесь из ванны ничего не утечёт никуда из ванной комнаты. Потому что здесь я, вроде, самую сильную вытерла. Ой, пи***ь. Пи***ь. Это просто... Это просто пи***ь. Самая дичь у меня в ванной. Ой, пи***ь. За холодильником всё в воде. Я вам сейчас расскажу, как это произошло у меня. Господи. А ведь говорили мне, что сегодня нельзя убираться. Ужас. Ужас. У меня тут вам впервые. Дай меня. Так. Это просто дичь. Господи. Я надеюсь, никого не затопило. Реально. Оля. О, господи. Боже мой. Что ж такое-то, а? Вон, смотрите, вода. Наверное, ещё полотенце притащу. В стиральной машинке есть фильтр. Я решила его открыть и почистить. Ну вот, собственно, почистила. Потом я его закрыла. Убедилась в том, что я его закрыла. И я не знаю, что это за херня. Ребят, напишите в комментариях, у кого такое было. У меня такого ещё не было. Ну вот, и как после такого не верить в то, что нельзя работать сегодня и что-то дома делать. Ой, я даже боюсь. Да, отсюда вода пошла. Ну почему? Неужели я ее не до конца открыла? Сейчас мы пройдем тест-драйв. Так. Так, сейчас я вроде закрыла до конца. Все должно быть нормально. Или откуда-то оттуда. Но оттуда не должно течь. Ну сто пудов оттуда. Я смотрю, здесь вода. Ой, блин. Надеюсь, я никого не затопила. Реально, это моя единственная мечта. Надеюсь, это был просто хороший урок. Сейчас я буду здесь сидеть и смотреть, что тут происходит. Ну это просто дичь, ребят. Вода уже наливается. Должно было течь. Блин, неужели я не до конца закрутила? И вот из-за этого такое. Я не пойму. Зато какие полы тут! Майд-мэд, чистый! Ребята, вы просто представьте мою реакцию. Я слышу, что-то булькает. Что такое? А вы не поверите. Я в шкафу разбиралась. Разобралась плюс-минус. Присела отдохнуть. Так, за холодильником тоже была вода. Я ее вытерла. Ну тут, конечно, сейчас все блестит. Ничего высохнет. Короче, успела дойти до холодильника, за холодильник затечь и остановилась на вивенной лежанке. А, ну, кстати, вот она тоже, конечно, у нее внутри, внизу такая... Видали, у нее тут такая поверхность прикольная, что она быстро высохнет? Хотя, тоже мокрая. Ну ладно, посушим все, постираем. О, боже мой! Я просто в шоке! Я в шоке! Вы представляете, я прибегаю сюда. Здесь все в воде, но не все. Видите, ковер сухой вот этот. Вот здесь только научилась. То есть вода больше пошла туда. Вытекала, шла туда. То есть здесь даже ковер не намок. Здесь просто была такая лужа небольшая, а сюда уже перетекала в воду. Просто в воду, в воду. Там вообще капец. Тут просто... Хорошо, что здесь эта херня, потому что здесь было столько воды. Вот самое. что я не знаю, как я с этим буду. Мне все это надо будет перестирать. Оно все мокрое, тяжелое из-за воды. Я сюда когда побежала, в него тоже пошла и стало любопытно. Я говорю, фу-фу! Туда нос не суй. Я говорю, не ходи сюда! Тут лужа! Я говорю, не ходи сюда! А я бегаю, как бабка по квартире. Ой, да что ж это такое-то? А что ж это? Бегу просто в одну комнату. Вижу этот... У меня вот здесь покрывало вот это вот было. Я его оберу, бегу. Ой, да что ж это такое-то? Просто представьте себе эту дичь. Реально. Вот единственное, на что я надеюсь, что никого не затопила, никому не повредила своей вот этой вот ситуации. Но мне кажется, что не должна была. Ну, я на это очень надеюсь, правда. Потому что все-таки... Все-таки у меня не вся квартира была затоплена. Знаете, как бывает тоже. То есть, ну, куда-то дальше не пошло. Вот здесь, получается, где плитка. То есть, у нас где плитка все было? Туда за кухню вообще, кстати, не затекало, если что. То есть, все пошло просто вот здесь. Здесь я успела, мне кажется, вовремя все это пресечь. Но это просто дичь. Ой, капец. Самое ужасное, это то, что мне вот это предстоит. Зато какие здесь чистые полы. Может быть, клининг не вызывать? Полы уже дома я помыла? Капец, ребята, блин. Здесь есть какой-то фильтр. Его надо выкрутить. Достаешь, и там всякие шмявки, шмякодявки. Его чистишь. Я решила почистить. Потом закрыла, видимо, не до конца. Хотя мне казалось, что все, закрыла. Я его дергаю на себя, не открывается. Ну, короче, в итоге потом я подошла и начала крутить дальше, типа закрыть до конца. И в итоге закрылась до конца. Так что поэтому сейчас отсюда не течет, и воды здесь больше никакой нет. Единственное, что вот в этих штучках еще чуть-чуть может быть водички. И поэтому они так протекают. Но это как бы не страшно. Это высохнет. По сравнению с тем, что здесь было, это дичь. Это просто дичь. Вот так вот отдохнула я сегодня. Вот как не верить, да, в такие штуки? Типа говорят, не работайте, нельзя сегодня работать, нельзя сегодня убираться. Я такая, да не, наверное, что такого-то. Короче, у меня еще есть с камерой что-то. Хотя, мне кажется, не с камерой, а с картой памяти. Не пойму, короче, какой-то глюк. В общем, сюда я засунула вот такой вот плед, только коричневый. Еще, знаете, у меня был как будто бы знак свыше. Я поставила не на тот режим, на который обычно ставлю. Я еще подумала, типа, блин, какого фига? А потом думаю, ну ладно, пусть так постирается. Дольше, короче, чем обычно. Я ставлю, вот. И все, и ушла. Я не знаю даже, сколько она тут стиралась. И воду лило, пока я это не заметила. Но меня больше всего, знаете, что волнует? Какого фига? Вивьена не почуяла что-то неладное, что-то необычное, а? Ты же мамина защитница. Ты же должна была что-то почувствовать. Понять, что что-то не так. Ну как так? Как так-то? Как можно было не понять? Ню-ка! О, а отжим работает офигенно! А что, раньше не пользовалась? Ой, ребят, я сейчас пойду пельмень сварю. Да, мне сегодня много стирки предстоит, но я буду ставить, может, несколько раз на отжим, и таким образом все будет сухое. И что-то смогу даже не вешать. Потому что у меня там места просто не будет элементарно. Господи, я уже с этой стиралкой не знаю, что. На самом деле, такое могло случиться с каждым. Но случилось со мной. Главное, позитивный настрой. Сейчас я поем пельмешку со сметанкой. И будет мне позитив. Короче, ребят, сварила себе пельмешки. У меня так все болит. У меня болели ноги из-за вчерашних посиделок. Ну, как мне кажется, потому что я думаю, что из-за этого у меня болели ноги, потому что я сидела так, скривившись. И они у меня так сегодня болят. И мне сегодня настолько от бежу пришлось преодолеть. Ни одного спокойного дня на этой неделе. О, боже мой. Зато я сейчас вкусно покушаю пельмешки со сметанкой. Мамины. Она их сама лепит. И фарш свой. Очень вкусные просто. Они, правда, больше по размеру магазинных. Но они безумно вкусные. Я после маминых пельменей не могу вообще есть в магазинные. Просто для меня это как... Ну, я не знаю, что. Хорошо, что еще стиралка у нас дома большая. Она на 7 килограмм. Все, у меня произошла первая стирка. Первая стирка того, что было очень мокрое. Сейчас я буду менять постельное белье. О, боги, ребята. Знаете что? Знаете, почему я сегодня решила устроить такой день? Все-таки разобраться. Хотя говорили, не надо, нельзя это делать. Я такая, ну, слушай, понятно. О, блядь. Пошла вон. У нас, походу, одеяло порезалось. Из него пух летит. У нас постоянно какие-то пушинки на всем постельном белье. На всем этом самом. Я думаю постоянно, господи, из-за чего, из-за чего? Теперь я поняла, из-за чего. Возьмем другое одеяло. Не такое, а кайфовое, конечно. Надо купить новое одеяло. Потому что я больше не могу так. Я думаю, какого хера? Это, кстати, причина, по которой я сегодня полезла открывать этот... Давай! 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 Фу! Это причина, по которой я сегодня открыла у стиральной машинки вот этот фильтр. Потому что у нас постоянно все в каком-то пуху. И сейчас я понимаю, что это. Не все, а именно постельное белье постоянно в каком-то пушке. И вот теперь я вижу. Ой, блядь. Ой, блядь. Что за день? Пи***ц. Ребят, я не знаю, от чего вы это видите. Что за жизнь? Зато я теперь точно знаю, от чего все это. Надо найти проблему. Или он просто вылезает. Может, тут просто какой-то порез образовался? Ой, блядь. Прикиньте, у меня на это аллергия. Да нет, скорее всего, вряд ли. Хотя, просто откуда оно так вылезает-то все. Возьмите меня на ручки. Тополин и пужер. Ой, я нашла. Ребята, я нашла борез. Порвалось. Порвалось. Сейчас, не знаю, видите вы, нет? Смотрите, порвалось и отсюда вылезает. А я постоянно думаю, блядь, что это? Собака сутулая. Давайте зашьем. Я сто лет не зашивала ничего. Так, у нас сегодня с вами очумелые ручки. Я ничего не зашивала с детства. А в детстве я умела шить и крестиком вышивать, и по картинке вышивать. Что раньше в школе такому даже учили, понимаете? Я первые три года училась в музыкальной школе. И там у нас вообще... Ну, не то, что... Я не могу сказать, что я помню, что было хорошее образование. Но могу так сказать, что там действительно, ну, как бы к этому серьезно относились. То есть там труд у девочек, это обязательно вышивать надо уметь, крестиком и так далее. Я не это сто лет этого не делала. Но мы сейчас с вами попробуем научиться. Иногда бывает, знаете, какая-нибудь дырочка где-то. И мне... Вообще, знаете, я думаю, может мне найти себе какое-нибудь рукодельное занятие. Подписано на одну блогер, что она вообще вяжет. Так прикольно. Типа не то, что мне надо обязательно что-то вот вязать. Но вот какое-нибудь такое рукодельное занятие. Пазл какой-нибудь, смирать, не знаю. Вот, ребят, реально, вы не поверите. Знаете, как давно я пытаюсь понять, откуда этот пушок у нас на... Постоянно на постельном белье. То есть каждый раз, когда я стираю постельное белье, снимаю постельное белье, каждый раз маленькие пушки. Я настолько заколебалась, потому что каждый раз мне приходится, когда я меняю постель, пылесосить. Ну, это понятно, потому что пылесосить надо, это, наверное, как бы и нормально, и ничего в этом страшного. Где у меня тут дыра? Блин, о, блин. Представляете, порвалось. Мне кажется, на самом деле, шить не так уж и сложно. Прогнозирую удачную возможность зашивания. Ай, блядь, сука. Да что за день такой? Туго. Знаете, есть специальные напальчники такие. Вот мне бы он, конечно, пригодился, но у меня, конечно, такого дома нет. Знаете, я не претендую сейчас на то, чтобы красиво зашить. Ну, зашить, на самом деле, мне кажется, это вообще элементарно. Потому что никто не говорит крестиком вышивать. Потому что, понятное дело, я не помню, как крестиком вышивать. Хотя, может, там и ничего сложного, но реально... Я это в последний раз в классе, наверное, пятом делала. И то не факт. Просто зашью максимально, насколько это возможно. И посмотрю вообще везде всю эту хрень. Может, тут еще где-то есть такие дырки. Потому что вот это одеяло, оно, конечно, очень кайфовое. Блин, реально палец порезал. Ну, конечно. Но я боюсь, что все равно... Хотя, может, от этой дырки все шло. Да? Кто знает. Может, мы сможем решить проблему. Потому что, разумеется, я не буду выкидывать это одеяло. Оно офигенское. Оно еще и дорогое. Да, блин, и позже. Да, блин. Смотри-ка, тут есть радио. Короче, мучаюсь от этих ворсинок уже не знаю сколько. Помимо того, что постоянно приходится пылесосить после того, как меняешь постель. Для меня поменять постельное белье, это просто... Ой, даже не спрашивайте. Это такие мучения, потому что потом еще надо все постельное белье, всю постель, когда я уже постелила, пройтись этим самым... Ну, типа, знаете, который вот валик такой, волосики всякие, ворсинки снимает. Вот, короче, мне надо по всей постели пройтись потом этой херью. Потому что иначе все вот в этих как будто бы пылинках. А это не пылинки, это вот этот пух из одеяла. Я все время думаю, господи, да что же ты будешь делать? Да что же ты будешь делать-то с ним? Откуда же он такой берется? Думаю, да что такое? Да что такое? Я подумала, может быть, дело в стиральной машинке. Поэтому я сегодня пошла и решила с ней разобраться. Но зато у меня открылся третий глаз. Сегодня я узнала что-то новое в своей жизни. Во-первых, что нужно закрутить до конца, чтобы не затопить квартиру. Во-вторых, я наконец-таки открыла тайну происхождения вот этих сраных пушинок на всем постельном белье. Ну и в-третьих, я вышиваю! Это еще и зашиваю. Вопрос, поможет ли это, да? Ну должно помочь, слушай. Так, быстро у нас пошло. Как-то тут легче проходит. Может я что-то слишком хорошо делаю? И мне надо задуматься? Ой, муж с ума сойдет. Хату затопило. Одеяло зашило. То есть я как бы провинилась, а потом сделала что-то классное. Но с другой стороны, по сути, одни плюсы. Я чему-то сегодня научилась. Хотя планировала просто разобрать вещи и сделать три стирки максимум. А в итоге, видите, как день у меня повернулся. В принципе, дырку мы заштопали. Это, конечно, не получилось красиво. Я вам, конечно, покажу вблизи. Да, получилось, конечно, не очень. Но мы можем пойти в другую сторону. У меня там уже постиралось и произошла вот эта херня под названием отжим. Кстати, сейчас посмотрим, насколько там все отжалось. И что-то я никогда не пользовалась отжимом, потому что и так, в принципе, все было нормально. Но надо будет еще посмотреть дырки. Вот какие-то такие, знаете, вещи нужно уметь. Я не знаю, чему сейчас в школе, конечно, учат. Но вот когда я уже в старшей школе училась, у нас там вообще ничего подобного не было. То есть на труд можно было вообще не приходить. Это как бы время для прогулок, время походить по заврошке погулять. И я не то, что там какая-то, знаете, конечно, мне нравилось. Мне хотелось погулять по заврошке тоже, знаете, херня подпадать прогулять. Но если смотреть, да, спустя время... Так, не судите строго, я этого не делала лет сто. Но мне кажется, сейчас самое главное то, что я это просто смогла зашить. Да, может быть, это выглядит не красиво. Не так красиво, как здесь косичку заплели. Но самое главное, что просто зашить. Ага, ооо, тут везде дыры, слушай-ка. Я даже не знаю, есть ли смысл это зашивать. Сколько таких ещё? Это очень весёлые занятия. У меня тут нитки-то такие есть ещё. Белой нет почти, можно серой. Потому что у меня татта вообще короткая, мне её не хватит. Блядь, ну и денёк, конечно, пи***ец. Ребята... Да где эта хуйня? Ты где? Как тебе найти-то? Кто-нибудь знает, как скат нитку? Как найти иголку в стоге сена? Что это за издевки, а? Слушай, я даже не знаю, смогу ли я вообще привести в чувство эту херь. О, нашел. Зеленый защел. Короче, я пойду сейчас повешу. Тут, короче, по всему одеялу пошли вот эти дыры. Где-то они только начинаются, но суть в том, что они уже выпускают маленькие пушки. Сейчас я маленькие пушки зашью. Ну, скорее всего, у меня там впереди еще ждут маленькие пушки. Ой, я не знаю, честно, ей-богу. Может, даже проще выкинуть. Но оно такое хорошее, вот это одеяло. Я его так люблю. Ну, видите, какое проблемное. Не, я могу, конечно, себе устроить такое развлечение сегодня. Заниматься зашиванием. Ой, ребята. Тополиный пух. Тополиный пух, жарай, юнь. Или что там? Не могу дышать. Фу, фу. Ребята, вы любите видео с уборками? Пу, блядь. Я что-то не очень... Розовые вайфы, все похоже на рай. Все, что нужно лишь ты, и не нужен Wi-Fi. Ты будто сон во сне, и даже это снится мне. Только вспомню о тебе и забываю про всех. Без тебя таска, таска, дождик льется с потолка. Я грущу, грущу слегка, мне нужна твоя рука. Мысли в голове река, за строку еще строка. Я хочу, хочу с тобой улететь за облака. Бэйби, ты просто пушка, пушка. Меня взрываешь, как хлопушка, пушка. Бэйби, ты просто сказка, сказка. Но от тебя мне щипят глазки, глазки. Бэйби, ты просто пушка, пушка. Меня взрываешь, как хлопушка, пушка. Бэйби, ты просто сказка, сказка. Но от тебя мне щипят глазки, глазки. Будто ударяет ток, обжигает кипяток Ты иди, иди ко мне, и у нас всё будет ок Бэйби, пушка-бомба, я за тобой как робот Это Mortal Kombat, и у меня комбо Я с тебя таскай-таскай, дождик льётся с потолка Я грущу-грущу слегка, мне нужна твоя рука Быстрее в голове река, за строку ещё строка Я хочу-хочу с тобой улететь за облака Бэйби, ты просто пушка-пушка Меня взрываешь, как лопушка-пушка Бэйби, ты просто сказка-сказка Но от тебя мне щепят глазки-глазки Бэйби, ты просто пушка-пушка У меня взрываешь, как лопушка Ты полен и поужера Зато песню классную вспомнила Капец, а ведь я могла вообще всех этих проблем не знать А узнать их, например, только завтра Но может быть лучше сегодня, чем завтра Знаете, я думаю, что это должно было произойти То есть суждено было мне узнать именно это сегодня Интересно, кстати, где у нас твёрджий матрас? Может быть перевернуть? Нет, не буду одна, пожалуй, приколами этим заниматься Я сегодня и так достаточно натворила для одного дня Но я не думаю, конечно, всё-таки, что у меня аллергия была на это Потому что сейчас я ни разу не чихнула И ничего мне не зачесалось Вот Но, по крайней мере, это действительно решило Одну из проблем, которые меня волновали А конкретно откуда берутся эти пушинки маленькие? Нажимаем рэк, нажимаем газ в пол Мы включим этот трек и поставим на повтор В сердце адреналин, в моём сердце только ты Нас тянет на танцпол, и мы топчем, топчем пол Я ржу с того, насколько это всё тупо Постоянно были вот такие пушинки И сейчас есть, видите? Я не могла понять, откуда это Потому что каждый раз это просто жесть Надо купить новое одеяло Новые сковородки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты уже в моей душе Видишь я твоя мишень Мои чувства на ноже Я схожу с ума уже Я скучаю по тебе За тобою, на тебе Мама, мама, это жесть Это, это просто жесть В клочья, в клочья Из-за тебя я этой ночью, ночью Сойду с ума, зайду с ума Точно И даже рядом я скучаю Очень-очень Эй, бой, откуда ты такой? Мне очень-очень-очень-очень нравится Короче, какие дела Какие новости? Я протерла стол Убрала здесь все Представляете, что? Короче, я перестала зашивать то одеяло Я зашила одну штучку Потом принялась за другую В итоге Я воткнула себе Очень сильно в палец Иголку Здесь дырка Ну вы, наверное, не увидите Вот, ну не болит Ничего себе, нормально Потом я сломала иголку Потом я взяла другую иголку Ее вообще не смогла воткнуть Видимо, она слишком толстая Не знаю Короче, я бросила это дело Я подумала, что Кажись, сегодня реально надо отдыхать Надо было, да? Потому что вот все За что бы я не взялась Все идет по жопе Взялась за стирку У меня протекла стиралка Взялась менять постельное белье Оказалось, что у меня там пух Но это в любом случае Надо было сделать Просто суть в том Что я не ожидала Что будет такое очко Зато реально Теперь я знаю То, что Из-за чего Вообще вот эти пушинки саные были В общем, это капец Реально У меня это был вопрос Вот такой Прямо на протяжении полугода Откуда? Откуда? Кто это? Что это? То есть, ну вот А, я продолжаю стирать Немножко Немножко прибралась в комнате Пропылесосила Протерла стол Прямо пшикала-пшикала Тут у меня сухое висит То, что надо будет повесить А, нет Тут сухое то, что я сняла Не разложила Вот, здесь немножко тоже разобралась Но здесь нужно тоже протирать пыль И я хочу в столе убраться Но, может быть, я это сделаю завтра Чтобы сегодня Ну, не продолжать Вот эту вот череду неприятных событий Потому что наверняка У меня упадет из рук Какая-нибудь палетка Чего-нибудь Да, какой-нибудь, не знаю Хайлайтер Диор И как бы нафиг это все надо Вот, я уже постирала Два пледа Вот этих Они, когда мокрые Они очень тяжелые Я их постирала Вот у меня здесь все стиранное висит Сейчас у меня закончилась еще одна стирка Тут вилочка лежит И вот что у нас Остается это Остается это И здесь мы сейчас поставим отжим Почему я это все делаю? Чтобы быстрее оно высыхало Сегодня, конечно, вряд ли оно все высохнет Отсюда я все достала Ай, вот комната Выглядит приятно Уютно Пыль убрала Протерла даже пыль Потому что Ну, как-то не хочется этим дышать Уж совсем Уж тут тоже все убрала Вот В такой штучке, кстати Мои гомеопатические шары Мне их надо на ночь пить Но вчера Точнее, да Вчера я забыла Сегодня не забуду Ну вот Ну, короче, такие дела Все, что мне остается на сегодня Это разобраться со стиркой С бельишком Вот Из-за хороших новостей У меня еще есть здесь вот такая штукенция Потому что, если что, я смогу на нее повесить Что-то Ну, это, конечно, прикол еще Ну, я не знаю Мне это некуда вешать, если честно Реально некуда Если что, я сниму вот эти покрывала Потому что они прям как будто бы сухие Точно Я же встала для того, чтобы поставить этот самый Стирку на отжим Короче, сейчас я начну монтировать этот влюк Седьмой день Представляете, какой у меня сегодня день Я думала Он у меня будет такой Обычный Я даже не знаю Что это за знаки Как бы мне все эти знаки распознать Одно, я думаю, вот что Надо Делать так, как говорят Не всегда, конечно Но вот Все мне сказали Сегодня нельзя убираться Сегодня нельзя убираться Сегодня нельзя работать Бля, у меня что, карта памяти? Флешка сломалась Скорее всего, она сдохла Я думала, что все Кирдык башка Блин, реально Некоторые файлы не сохранились Но Это, наверное, не самые важные файлы Хотя Представляете, как флешка сдохла Карта памяти Но, слава богу Сохранилось то Где я показываю вам лужу Потому что это самое интересное Подожди, а что? А, ну я на эту потом начала Вроде снимать У меня там два видео Проглючили А потом я на эту Начала снимать Самое любопытное У меня Ребята У меня Короче, ладно Буду монтировать Я смотрю, тут уже полтора часа Я на сегодня с вами прощаюсь Потому что У меня такой день, ребят Это просто дичь Это реально Ну, я не знаю Я даже не могла представить Что у меня будет такой день сегодня Такой дурацкий день У меня все Такой тяжелый Смотрю на эту гору Которая у меня в ванной И вещей валяется Ох Как вспомню этот капец Надень У меня сейчас опять в ушах была Какая-то херня Как будто бы Какие-то низкочастотные штуки Стремная дичь Неделя у меня была очень активная Я точно буду отдыхать пару дней Хотя не знаю Может одного дня мне хватит Завтрашнего Не знаю Я вообще ничего не знаю Я просто в шоке Ну точно хочу отдыха какого-то И морального И физического Оставляйте обязательно свои комментарии Подписывайтесь на мой телеграм На мой вконтакте Я туда всякие штучки классные Тоже выставляю Короче, на все мои социальные сети Подписывайтесь Не теряйте меня Что за низкочастотная херня Надеюсь, что вам было интересно Посмотреть эту неделю влогов Мне кажется, она получилась классной Вот Обязательно напишите Что думаете Для меня это важно Хочу посмотреть, что вы скажете Не знаю Было ли вам интересно Было ли вам классно Что больше понравилось Вот Потом тоже в телеграме Может быть устроим какое-то обсуждение Какой день из недели влогов Вы считаете самым продуктивным у меня Или самым Каким-то интересным Или там душевным В общем Будем на связи Всех люблю, целую, обнимаю И всем пока Ребята, я просто не могла вам это сейчас не записать Когда я монтирую видео Короче, на этом моменте я говорю про низкие частоты У меня сейчас опять в ушах была какая-то херня Как будто бы Какие-то низкочастотные штуки Короче Если честно Я это вот услышала ушами Но Никак внешне-то это не проявляется И я сейчас увидела на камере То, что трясется Даже не камера, а фокус Как-то странно себя ведет Хотя нет ничего для В общем никаких событий не происходит Для того, чтобы он себя так вел Не знаю, сможете ли вы увидеть Вот если смотреть на дверь Вот смотрите, как фокус будет меняться Надеюсь Блин, скорее всего у вас это не будет видно Перемотайте на этот момент Это час 06 получается И там реально какая-то странная дичь Надеюсь Вот я прям вижу, что я сижу ровно статично И фокус не должен меняться И вот так вот прыгать на дверях А он прыгает Короче, это очень стрёмно Кстати говоря, я нашла в себе силы помыться Кожу, видите Не очень Но проходит Думаю, что Недолго осталось избавиться от этого В общем Я уже как-то рассказывала И Не знаю даже когда Но в общем рассказывала не один раз По-моему о том, что я слышу Какие-то странные звуки Это не то, что там я какая-то ведьма Или какие-то у меня там способности открыты Нет, я не знаю, что это Слава тоже это слышала не один раз Может быть даже кто-то из моих подписчиков Зрителей слышал Я не знаю, что это И как я это ощущаю Но Точнее, не то, что как я это ощущаю А что привести в пример То есть для меня это ощущается Вот знаете, именно ушами То есть как будто бы Какое-то сильное давление В первый раз я это слышала Как будто бы вертолёт Вот как будто вертолёт взлетает Знаете, вот я слышала это так Вот именно В общем, я не знаю, что это такое И мне сейчас непонятно У нас тут Что-то с метро делают По-моему, рядом Не знаю тоже, что Может быть это Но я не уверена Если хотите знать Это жутко И меня это напрягает Но я слышу Это крайне редко Раз в полгода Вот И я просто Так вышла, что пока я снимала видео Я опять услышала этот звук Странный Он проходит, конечно Со временем Быстро, в принципе Но В моменте, когда я это слышу Я уже просто знаю, что это такое Я не думаю И не боюсь Что я сейчас упаду в обморок Но первый раз Я помню, что я сидела В комнате Слава у себя сидел Я тоже что-то То ли монтировала То ли что-то делала Не помню, что Ну, короче, сидела Я вот начала это слышать Вот этот вертолёт Я испугалась И я кричу Славе Ну, как говорю Типа, зай Я ему говорю то Что у меня что-то с ушами Ну, потому что Это первое, что я испытала Это что-то с ушами Так, ну, круги от меня И понятное дело Я офигела Я говорю то, что у меня что-то с ушами Он сразу же прибежал сюда Ко мне И говорит Что у тебя с ушами Я говорю Как будто вертолёт какой-то Как будто бы какое-то давление Я почему вообще так испугалась В первый раз Потому что мне показалось То, что вдруг я сейчас В обморок упаду То есть, знаете Вот я Ну, я не знаю, как это объяснить Вот Очень неприятные ощущения И именно Когда ты первый раз С этим сталкиваешься Ну, как бы страшно Потому что Мне вообще реально Показалось То, что я просто сейчас В обморок упаду Или я не знаю, что Отключусь как-то Я не знаю То есть, это настолько было непонятно То есть У меня раньше Бывали там какие-то Ну, не то, что проблемы С давлением Ну, типа, знаете Головные боли Вот сейчас, кстати У меня последнее время нет Но, представляете Сегодня у меня заболела голова И я вот выпила таблетку Потому что начала болеть голова Я думаю Не хочу нафиг Хватит Кстати говоря Из еще сегодняшних происшествий Помимо того, что Стиралка протекла Одеяло порвалось Иголкой себе пальцы проткнуло И потом иголка сломалась Еще и сломалась флешка Карта памяти На которой я снимаю влог Она просто сломалась Короче, я не знаю, что за день Хотя он уже должен был Ну, да В принципе, он уже закончился А флешка у меня сломалась До часа ночи Поэтому мне кажется Что сегодня все должно быть хорошо Этот день закончился Удивительно Что сегодня такой праздник Такой день А у меня сегодня было все вот так Может быть, действительно Это какой-то урок свыше То, что... Ну, я не знаю Я не хочу к этому относиться Так серьезно Типа, не знаю Может быть, я неправильно делаю Может быть, надо задуматься Но просто вот представляете Как так вышло То, что сегодня вот такой день И было сказано И все мне сказали И бабушка мне сказала Да, и вообще Ну, как бы везде сказано Что в Пасху нельзя работать Нужно отдыхать И нельзя убираться дома Ну, то есть вот прямо так, понимаете Вот прямо как Как дурочки объяснили Не знаю Вот прямо прости господи Ну, короче, не знаю, блин Я уже заканчиваю этот влог И я очень рада Потому что я его сейчас закончу Поставлю на загрузку И пойду отдыхать И спать У нас такой доп-контент После черного экрана Поэтому все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok